Что для нас Является наследством победителя В лице воскресшего Иисуса Христа Ведь Он уже победил Ведь Он это наследство нам приобрел Что оно из себя представляет И в самом старте пути Я хочу с вами разобрать это слово Наследство По-русски оно звучит очень интересно То есть найти след Встать на этот след Пройти по следу того Наследство, которого ты хочешь приобрести Друзья, наследство Оно всегда Будет нам чего-то стоить Потому что нам необходимо Самим за это время преобразиться Мы входим в чей-то труд То, над чем мы не трудились А значит, надо уже иметь зрелость Которая позволит правильно Отнестись к этому наследству И правильно им распорядиться И поэтому прежде чем мы Уже обнаружим это наследство И назовем какие-то отдельные всего лишь параметры Его для нас с вами сегодня Я хочу, чтобы мы посмотрели Как же это наследство Зарабатывалось предыдущими поколениями И сначала прочитаю Из Иисуса Навина с первой главы Слова По смерти Моисея, раба Господня Господь сказал Иисусу Сыну Навину, служителю Моисееву Моисей, раб мой, умер Итак, встань Перейди через Аордан Сей ты и весь народ Сей в землю, которую я даю им Сынам Израилевым Всякое место, на которое Ступят стопы ног ваших Я даю вам Как я сказал Моисею От пустыни и Ливана Всего до реки Великой реки Ифрата Всю землю хитеев И до великого моря К западу солнца Будут пределы ваши Никто не устоит перед тобой Во все дни жизни твоей И я, как был с Моисеем Так буду с тобой Не отступлю от тебя И не оставлю тебя Будь тверд и мужествен Ибо ты народу сему передашь Во владение землю Которую я клялся Отцам их дать им Только будь тверд И очень мужествен И тщательно хорни И исполняй весь закон Который завещает тебе Моисей Раб мой Не уклоняйся от него Ни направо Ни налево Дабы поступать благоразумно Во всех предприятиях твоих Да не отходит сия книга закона От уст твоих Но поучайся мне день и ночь Дабы в точности Исполнить все Что в ней написано Тогда ты Будешь поступать благоразумно И в путях Будешь успешен В путях твоих И будешь поступать благоразумно Вот я повелеваю тебе Будь тверд и мужествен Не страшись И не ужасайся Ибо с тобой Господь Везде Куда не пойдешь Знакомый очень отрывок Но здесь друзья Есть определенный промежуточный Период Потому что Господь уже говорит ему Я клялся отцам Я отдам тебе то Что я обещал отцам Я хочу посмотреть с вами Что и когда Бог начинает обещать И кому На каком основании Он одному обещает А другому нет Одному говорит Давай заключим завет А другому нет Что за мотив Который начинает двигать Сердце Бога Который передвигает его туда Где он еще человек Еще не был И Господь выходит Там ему навстречу Поэтому давайте мы Вспомним Авраама Авраама С которым как раз Бог заключил завет И пообещал То есть обетование Это то что и будет Нашим наследством В новом завете У нас есть много обетований И нам надо их Рассматривать как наследство Но чтобы подойти К этому наследству Надо посмотреть Где и кому Обещал Бог обетование В новом завете Но сначала мы рассмотрим Вот этот период Формирования наследства В ветхом завете Авраам Урхалдейский Место где он Уважаемый человек Место где поклоняется Кто кому хочет Хотя есть там Хитейский царь Есть там тот Который Или халдейский царь Это практически одно и то же Есть тот Которого мы знаем Как Немрода Первого человека Вавилонского царя И он В общем-то позволял Людям поклоняться Кому они хотят До поры до времени А потом он построил Истукан И предложил ему поклоняться Точно такая же картина Как потом произойдет С Даниилом Это не написано У нас в Библии Но это написано В истории евреев О том что этот момент был И когда ему предложили Поклоняться Он знал что он не может Поклониться Этому истукану Уж чем двигался Авраам Но по крайней мере У него уже Взаимоотношения с Богом Каким-то образом Сложились Мы не знаем откуда Нам об этом не написано Но он точно знал Голос единого Бога И Господь Который дал ему о себе знать Он не мог Еще поклоняться Кому-либо Кроме Бога Поэтому он отказывается Поклоняться Ему предлагают Тогда бросить его в печь Он выходит оттуда невредимым И его брат Который постигнул На это же самое решение Оказался потом убит Этой же печью По крайней мере Это история Которую я сейчас Пробегаю Чтобы понять Что Аврааму Это чего-то стоило Он не просто вышел Из ура Халдейского Он там оставил Все что у него было Кроме того Что он смог унести Вся недвижимость Все связи Все взаимоотношения Все что его в возрасте В общем-то Уже зрелого человека Могло там удержать Он оставляет ради Ради Так вот надо посмотреть А что я готов оставить ради Потому что тогда Происходит связь с наследством Тогда начинают Божьи обетования Звучать лично в мою жизнь Авраам был родоначальником Обетований на будущие поколения Когда Господь увидел Это сердце Авраама Он сказал Авраам А я тебя благословлю Выйди сейчас из ура Халдейского И когда Авраам услышал Повиновался Тогда Бог начинает Ему уже говорить О следующих этапах Твое потомство будет вот таким Твое потомство овладеет народами И пройдет время И я отдам тебе земли По которым ты ходишь А тебе Авраам Надо ходить И отмечать эту землю Потому что таким образом Ты будешь отмечать Своё наследство И практически Вся жизнь Авраама Ушла на то Чтобы он просто ходил И ступал ногами По той земле Которую потом Господь обозначит Для его потомства И скажет А теперь этой землей Вам надо овладеть Потому что она была Отмечена вашим праотцом А я ему пообещал Её отдать Итак, друзья Когда Авраам В наследство В общем-то Не вошел до конца Он только ходил По земле своей Как по чужой Написано И это была его цена веры Это было вложение его В отношениях с Богом Он не сомневался Что Господь То, что пообещал Исполнит Более того Он получил Сына обетования И сын обетования На самом деле Пришел к нему Но это тот Который еще тоже Частично будет владеть А потом от него Родятся те Которые зайдут И заполнят Потом эту землю Собой И вы знаете, друзья Как получается интересно Что у Бога Все имеет Свою цену И свое вложение И даже тогда Когда Иосиф Один из потомков Авраама Появляется в Египте И он появляется Сначала как раб Но он на той земле Где ему необходимо Будет положить Опять же Какую-то цену Вложить добро В содержание Египта Потому что Когда-то Бог будет Выводить И это добро Надо будет забрать Но кому-то Надо его посеять Вот как собирается И формируется Наследство Не просто так Иосиф Который очень Во многом Похож на Иисуса Христа Потому что Его продают Правда за 20 серебряников Он проходит Через рабство Тогда Когда он В общем-то Не раб И выходит На правительственную позицию Как и Христос Потом был вознесен И уже понятно Его позиция Гораздо выше Чем у Иосифа Но это прообраз Того Как посреди Вот этого поколения Посреди этих родов Появляется тот Кто вкладывается В Египет Который потом Будет порабощать Злом отвечает На добро Но несмотря на это Добро У Бога Не пропало И он вызвал Это наследство Через то Что народ Израильский Смог выйти Нечеловеческими Усилиями Из Египта То есть Бог заложил Фундамент Этого наследства Через то Что Иосиф Прошел Эту школу Поэтому друзья Если мы проходим Какую-то школу Если мы кладем Какую-то цену И сегодня наши глаза Не видят результата Я хочу вас благословить Пониманием того Что наследство Оно собирается Поколениями Оно собирается Веками И поэтому Мы сегодня Вошли в часть Чью-то Но мы строим Следующую платформу И нам важно Сегодня Вкладывать То Что мы еще Не увидим результат И не надо торопить Этот результат А просить Чтобы Господь Дал вам И мне Мужество И мудрости Потому что Именно мужество Потом понадобится Иисусу Навину Чтобы провести До конца Эту операцию Божьего Плана Итак, друзья Наследство Собирается поэтапно И Иисус Навин Стал следующим После Моисея Который тоже Часть этого наследства Моисею надо было Не испугаться Прийти в Египет И заявить От имени Бога Что Божий народ Отправляется Приносить жертву Богу в пустыне Итак, друзья Когда мы с вами Двигаемся Вот такими этапами И знаем Что предыдущие Какие-то столпы Что-то творили В нашей жизни И мы вошли сегодня То мы естественно Будем спрашивать О своем столпе Что нам надлежит сделать Какую часть Важно вложить нам И вот Иисус Навин Который уже Мы прочитали Что Бог ему сказал Будь тверд и мужествен И смотрите Твердость и мужество От того Что Бог сказал Сразу не пришло к нему Хотя Божье слово Творит суть вещей Если Господь Говорит Будь терпеливым То терпение Оно вливается в человека Как некая порция Божьей возможности А тут говорит Будь тверд и мужествен Но Что тебе нужно делать Чтобы это твердость И мужество пришло Пусть эта книга Не отходит от уст твоих Вы знаете Друзья Если бы мы всегда Горели Когда читаем Божье слово Если бы оно постоянно Как магнит Нас притягивало То не надо было нам Говорить Знаешь Надо это делать В системе Наверное Это было бы легко делать Потому что я не думаю Что какие-то родители Говорят детям Вы знаете Вам сегодня Надо обязательно Мультики посмотреть Вот они ходят И просят Включи нам мультики Почему? Потому что это то Что развлекает их Как детей И им кажется Что это как раз то Что может быть Нормальной пищей Но родители Или лимитирует Если они мудрые родители То что смотрят дети Но на самом деле Когда мы говорим О том Что требует вложения Усилий определенных То это то И нас кормит Это то нас формирует Это нас меняет И потому Бог знал Что читать его слово Это не будет легко Для нашей плоти Это не будет легко Для нашей логики Потому что Ей надо будет Фокусироваться Ей надо будет Откладывать Какие-то свои заботы Надо будет понимать Того что Бог Что-то важное закопал И мне надо научиться Откапывать А значит Это усилие Это как процесс обучения И поэтому Я благословляю вас Друзья Пониманием Что твердость и мужество Приходят тогда Когда мы читаем Божье слово Когда это слово Впитывается в нас Когда оно входит И пропитывает нас до конца И тогда Когда Иисус Намин сделал свою часть Когда Иисус Состарился Вошел в лета преклонные Тогда Господь сказал ему Ты состарился Вошел в лета преклонные А земли Брать наследие Остается еще Очень много Вот как раз Это то Что мы называем Преемственностью То есть Сделал свою часть Но еще не отдал До конца Не забрал эту землю Для всего Божьего обещания И поэтому Я хочу сейчас Прочитать еще один текст Из Экклесиаста Хорошо мудрость С наследством Друзья И особенно Для видящих солнца Интересное сочетание Хорошо мудрость С наследством Да еще Для видящих солнца Особенно для тех Кто видит солнце То есть пока мы живы Нам важно иметь Понимание наследства Пока наши глаза Не затуманены А имеют ясное зрение Поэтому Хороша Мудрость с наследством Потому что Под сенью ее То же что под сенью Серебра Но Превосходство знания В том Что мудрость Дает жизнь Владеющему ею Поэтому если незрелый человек Приходит к наследству Нет мудрости То захваченное поспешно Не благословится Впоследствии Оно его разрушит Поэтому нужна мудрость С наследством И поэтому друзья Когда мы молимся Господь Дай мне мудрость И понимание Того кто я Где я нахожусь Каким наследством владею То ты помоги мне С этим разобраться верно Чтобы не только Мои глаза видели солнце А чтобы я еще и знал Как это дерево Под ветвями Которого могут потом укрыться Не только я Но и мои потомки Его вырастить Еще один перевод Этого же текста Экклесиаста Мудрость защищает Так же как и деньги Но ее превосходство В том Что она сохраняет Жизнь Ее владельцу Из этого можем сделать вывод Что далеко не всегда Наследство Сохранит жизнь владельцу Оно может его разрушить Но тогда Когда мы понимаем И видим солнце Когда мы знаем Что нужна мудрость Тогда мы и просим Понимаем Понимание на то Как с этой Наследственностью Нам распорядиться Поэтому я хочу сейчас Обратить ваше внимание На зрелость Каким образом Мы становимся Зрелыми людьми И с чего это начинается Начинается с того Что в послании Галатам написано А наследник Доколе в детстве Ничем не отличается От раба Хотя Господин Всего Поэтому мы можем Сегодня посмотреть На образ жизни Могу ли я На самом деле Положить цену Там где мне Чего-то это стоит Аврааму Оставить все И выйти Потом еще сына Положить на жертвенник Иосифу Быть послушным До конца И найти братьев А потом оказаться В плену Каждому Послушание Чего-то стоит Вложение Чего-то стоит Но это как раз Говорит о том Что я уже Не ребенок Я могу разобраться С рабской природой Раб Он ничем Вернее Сын ничем Не отличается Наследник Ничем не отличается От раба Хотя и господин Всего Если он остается Молоденцем Поэтому друзья Хочу сейчас С нами Здесь провести Некий анализ Господь Есть ли в моей жизни То От чего мне сейчас Трудно отказаться Что я раб этого У кого раб привычки У кого это может быть Раб лени Кто-то Раб чувств Кто-то Раб мнений Кто-то Раб взглядов Кто-то Раб эгоизма Не знаю Взвесить важно Потому что мы не можем Войти в наследство Без зрелости И Господь говорит Я хочу чтобы вы С любым рабством В своей жизни Разобрались И поэтому Послание Галаты Мы можем это читать Еще скажу Наследник Доколе в детстве Ничем не отличается От раба Хотя и господин Всего он подчинен Попечителям И домоправителям До срока Отцом назначенного Посмотрите Тут не сказано До какого возраста До срока Отцом назначенного Потому что У каждого Это будет свой срок У каждого Будет своя Школа Прохождение К свободе От рабства К свободе От мнений К свободе От того Что является цепями У каждого Свой период Времени Так и мы Доколе были в детстве Были порабощены Вещественными Началами Мира То есть Все что нас окружает И что видят наши глаза И что нас привлекает И может удерживать Если это Еще влияет на нас так Что мы не можем быть Сфокусированными Только на Боге Мы не можем Сфокусироваться на том Что является подлинной Ценностью и наследством То Господь говорит Значит Я не исключаю тебя Из сыновей Из дочерей Я продолжаю с тобой работать Ты в моем доме Но есть попечители Которых я ставлю Рядом с тобой Друзья Я благословляю Чтобы это попечительство Не было отвергнуто Потому что это попечительство Позволит нам Войти В полноту Наследства Это попечительство Позволит нам Освободиться От цепей И рабства Которое позволит нам Выйти Чтобы Искупить Подзаконных Дабы Нам Получить Усыновление Вот что сделал Иисус Чтобы искупить Подзаконных И привести нас В его присутствие Я получила Определенные уроки Я прочту только Некоторые фразы Оттуда Овладеть сокровищем На глубине И научиться жить При огне Это проникнуть В исток творения Вот такая фраза Еще раз я ее прочитаю Овладеть сокровищем На глубине Научиться жить При огне Это проникнуть В исток творения Почему, друзья? Потому что Наследство Это умение творить Одно из направлений Наследства Это умение Творить Новое Творить устами Творить в огне Не побояться Жить при огне Еще один вопрос Который был задан В течение этой школы В одном из таких Вот движений С Богом А когда был Сотворен огонь? Вы знаете Я была немножко В недоумении От этого вопроса Потому что я знаю Что не написано В Библии о том Когда был Сотворен огонь Но этот вопрос Прозвучал И я стала в нем двигаться Господи А на самом деле Когда же он был сотворен? Я услышала Или поняла По крайней мере Может не услышала Поняла Что огонь Это суть Бога Он есть огонь Поедающий И поэтому огонь Это не творение Оказывается Это суть Бога Которая из него Вышла Может быть Видимо физический огонь Это и творение Но то что мы говорим О его сути Это огонь Который первоначально был И этот огонь Носился над водой Это самый момент Контакта с творением И он носился над водой И произносил слова И вот в этих словах Уже сила огня Меняла ситуацию Меняла ландшафт Приводила к жизни И потому Господь так жаждал Чтобы огонь Уже возгорелся Еще при жизни Когда он ходил На этой земле Но он знал Что это придет Только к концу времен Когда огонь И вода Станут одной природой Одной стихией То что невозможно Было соединять раньше Вода это как божье слово Как источник информации Огонь который туда сходит Как божественное присутствие И это начинает Творить Творить нечто особенное Все то что вы называете Сокровищем Это всего лишь Отголосок неба Но подлинные сокровища Находятся на глубине Земли Море Пустыни А самое главное Сокровище Внутри меня Глубина Это всегда давление Мое истинное сокровище Это дар небес Итак друзья Я не знаю кто из вас как Но я Знаю что такое давление Я думаю что каждый из вас Это переживал Кто то больше Кто то меньше Но жить под давлением Непросто Так хочется снять плиту Так хочется выйти Поскорее из давления Но без давления Не бывает движения Давление Давление это то Что позволяет Нашим шинам на машине Быть способными Вести машину Давление это то Что позволяет нам Получать нормальное давление Сейчас я говорю О кровяном давлении Потому что Есть давление снаружи Есть давление изнутри Оно балансирует И дает нам возможность Жить при нормальном давлении То есть давление Это часть жизни Давление это часть процесса без давления не рождается, на эту землю ничто живое. Все через давление. И потому Господь говорит, на глубине сокровища, которые во многом не востребованы, потому что люди боятся давления. И потому боятся опускаться туда, а там они нетронутые. Там их такое количество. Кто из вас когда-то опускался на глубину моря, тот знает, что есть какой-то предел, после которого тебе не хочется опускаться, но именно там еще глубже находятся самые драгоценные сокровища, которым доступа у человека практически может не быть без сверхъестественного Божьего вмешательства. И потому я хочу благословить и себя, и вас, друзья, сверхъестественной силой опускаться на глубину, выдерживать давление и доставать сокровища. Пустыня – это еще одно место, где есть сокровища, о котором особенно отметил Господь. Опять же, я не знаю, насколько вам известно, но Едемский сад сегодня находится на территории, которая у нас на карте отмечена как пустыня. Вот то, что там отмечено было раньше границами рек, то сейчас это пустыня. Соответственно, не виден для глаз человеческих, но там есть Едемский сад. И сегодня люди, которые не знают, что там есть Едемский сад, идут просто в пустыню, запасая всем, что необходимо. Но Едемский сад откроется не всем. Мы читаем в книге Осии. Я увлеку ее в пустыню. Идет речь о невесте Христа. Я увлеку ее в пустыню и буду говорить к ее сердцу, и оттуда покажу ей преддверие надежды, виноградники ее. То есть из пустыни. Вот там мы начинаем видеть сокровища по-другому. Поэтому, друзья, если мы сегодня проходим либо глубину, либо сухоту, как пустыня, останьтесь твердыми и мужественными в том, что вы будете готовы положить цену ради наследства. Потому что за это время происходит зрелость наша внутри. Наследство это дорогого стоит. И поэтому Господь умеет не торопиться. И Он говорит, поспешно захваченное тебе не принесет пользы. А я хочу, чтобы ты был тот, кто наследует с мудростью. Потому что ты будешь видеть солнце. И в этом наследстве ты будешь правильно им распоряжаться. И поэтому я жду, пока ты вырастешь. Попечители, они рядом. Попечители, они будут наблюдать за твоим ростом. Как только это произойдет, попечители мои тебя оставят. И ты войдешь в наследство полностью. И ты не будешь больше рабом мнений, обстоятельств, чьих-то, может быть, инструкций и так далее. И поэтому, друзья, когда мы говорим о наследстве, которое дается свыше, как дар, то это вера. Дар веры. Помните, когда-то сказал апостол Павел Тимофею? Вера, которая была в бабке твоей Лаиде и в матери твоей Евнике, она и в тебе. Это наследство. Это дар, который может переходить. Если мы не ценим это как наследство, мы будем это принимать как норму. А норма, мы за это тогда не держимся. Мы это не охраняем. Мы это не выносим как ценность. А значит, она может быть повреждена и украдена. Соответственно, вера – это дар. И кто уже имеет дар веры, как наследство, благодарите Бога и передавайте это наследство своим детям и своему потомству. Любовь, святость, чистота – это все. Богатство и сокровища неба, которыми Бог с нами делится. Вот почему на чистоту такие охотники есть на этой земле. Вот почему на святость, на отделенность и посвященность Богу так много обрушивается препятствий, так много обрушивается желающих нарушить твою тишину с Богом, нарушить твое время и так далее. Но Даниил, который смог этому дать систему и стабильность, он оказался в состоянии править перед разными царями и быть защищенными от печи с друзьями, по крайней мере, там он не оказался, и от львов, и от всяких наговоров, которые вокруг него творились. Еще есть одно наследство. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Итак, друзья, наследие и есть оправдание, и чтобы осудить любую клевету на тебя. Осудить и не принять, потому что это наше наследство. Когда мы понимаем, что это наследство, мы будем этим правильно пользоваться. Итак, говоря о вере, говоря о доступе к Отцу, который Иисус нам открыл. Вера, без нее угодить Богу невозможно. Она открывает нам доступ к Отцу через жертву Иисуса Христа. Я не знаю, до какой степени вы можете сегодня уже переживать, может, переживали доступ к Отцу и в тронном зале, или в личном разговоре. Но вот тогда, когда говорили о наследстве, мне Господь сказал, открыт доступ в мое сердце. Но сюда я пускаю только тех людей, которые благоговеют пред именем моим, которые трепещут сердцем своим, которые действительно сокрушены духом своим. Почему? Потому что здесь я уже уязвим. Вы можете мне причинить большую боль, находясь прямо на территории моего сердца. Друзья мои, я хочу, чтобы мы туда жаждали, но туда тоже есть определенные критерии. Если ты входишь в сердце Отца, то пусть твое присутствие Ему не причинит там боль. Каким-либо неразумным словом, каким-то неразумным движением, потому что там есть те огнистые камни, от которых мы получаем энергию жизни. Там есть огнистые камни, в которых есть откровение неба. Это очень мощное откровение, которое мы можем получать в присутствии сердца Отца. Но доступ туда сегодня не для всех. Место к Отцу приготовлено, но в сердце Отца идут только те, кто является уже другом, посвященным. Человеком, который готов положить эту цену и сказать, Господь, я хочу быть в Твоем сердце. Я хочу быть не только на раменах Твоих написан, я хочу быть в сердце Твоем. Он говорит, хорошо, я буду работать над Тобой. Он не откажет себе, но работа начнется. До какой степени ты сегодня чуток к тому, кто тебя окружает, чтобы не ранить этих людей, кто тебе важен и дорог. Потому что Господь говорит, вот это один из критериев, кто полюбил людей и кто может сегодня меня видеть в каждом человеке, кто может оценить и почитать других, того я пущу и в свое сердце, потому что там Он уже не причинит мне боли. Я хочу сказать, друзья, что мы с вами тоже наследство для Бога. Нас приобрел Иисус как наследство и как трофей и принес в тронный зал. И сказал, Отец, те, которые посвятят себя Тебе, это наследство Твое. Я Тебе его возвращаю. Поэтому я не знаю, насколько ты сегодня понимаешь, что ты тоже наследство. С одной стороны мы наследники, а с другой стороны мы наследство. И пусть Господь благословит нас с пониманием того, что зрелость в нашу жизнь не приходит автоматически. Так как мы приобретаем для нашего тела, для нашей души, для нашего духа, для нашего физического организма определенную крепость, мы знаем, что нужно питание. Мы подкармливаем себя не один раз за день. Нам нужен отдых, и мы даем возможность отдыхать нашему телу. Нам необходима атмосфера, при которой мы можем свободно дышать и так далее. Но все это, друзья, требуется и нашему духу. Все это требуется и нашей душе. Я хочу сегодня, может быть, только прикоснуться, а в следующий раз уже более подробно разобрать, как же нам выйти к духовному росту. Как же нам наследовать вот эту духовную крепость, при которой мы можем стать не только взрослыми, но зрелыми изнутри и отвечать на мечту неба и сказать, Господь, я хочу до конца узнать то наследство, которое Ты для меня приготовил. Я не хочу быть человеком, который поспешно им завладеет. Я хочу с мудростью наследовать наследство, а значит, принести много плода еще на этой земле, как уже Твое наследство. Умножить его здесь, своим образом жизни, своими отношениями с Тобой, отношениями друг с другом и ценностью того, кем Ты меня уже видишь. Итак, друзья, подумайте, в течение недели, что является питанием для Духа. Что является питанием для души, что является отдыхом для Духа. Вот это очень интересный момент. Пусть Вам Господь покажет. Вы можете задать вопрос, Господь, а что для меня будет отдыхом в моем Духе? Что на самом деле мой Дух жаждет? Потому что я не знаю, до какой степени Вы готовы трудиться сутками и не спать. Наверное, не получается. Физически это очень сложно сделать. Плоть, она начинает заявлять, что надо отдохнуть. Глаза закрываются. Это защитная реакция. Но а Духу что делать, если ему не дается отдыха? Да, может быть, мы его уже хорошо кормим, а отдыха не даем. Попробуйте покормить себя без перерыва в течение недели, но не спать. Как быстро Вы от еды-то откажетесь? Скажете, нет, мне поспать сейчас важнее, чем есть. И потому, друзья, я хочу, чтобы мы с Вами могли различать. Духовный человек нуждается во всех тех же параметрах, что и физический. И поэтому у нас с Вами есть возможность в течение недели об этом подумать и узнать, какое наследство я уже для себя принял, как я им распоряжался до сих пор, а как я могу им распоряжаться дальше. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok